Константин Симонов Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди, Жди, когда снега метут, жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет, Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в том, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, Повезло не понять, не ждавшим им, Как среди огня ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, Как никто другой. Я приглашаю на эту сцену певицу Наташу Баданскую И пианиста-аккомпаниатора Илью Раскина. Давайте их поприветствуем. Добрый вечер, дорогие друзья. Музыкальную часть нашего вечера, Так же, как и нарабоэтическую часть, Мы хотели бы посвятить тому поколению, Для которого та эпоха, Которую мы будем петь, Была частью их жизни, Очень часто частью молодости. И воспоминанием об этом посвящена наша первая песня. Это песня современной московской исполнительницы И композитора Инны Бакушетской. Она называется «Триолита». «Триолита». Засыпаю я витерно, Что полкома я вне чуть приоткрыта, И кисейную тюрмок, Да где пыльный, Выбивает капризный сквозь гняк, Но скрывая свою любовь, То бесвече не танцует «Триолиту», И веки полу, Реклевен, астральный мотив, Позабыть не могу я никак. Ах, Риорита, Как высоко плыла ты над нами, Через страх и оздок, Через восторг побед, Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, Как блескалось алое знамя, В нашей юной стране был Каждый юрин двойник, Где все это не было и нет. Как вам, деточки, Передать? Мою радость, Когда вернулся Коля, В новой форме седой, Почти такой молодой, Про повязку свою сказал пустяк, Не напала ему беда, И в Манчжурии, И на Калкин-Коле, День, когда он пришел Наши танцы и стол, Позабыть не могу я никак. Ах, Риорита, Как высоко плыла ты над нами, Через страх и оздок, Через восторг побед, Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, Как плескалось алое знамя, В нашей юной стране Был каждый счастлив двойник, Где все это не было и нет. Как вам, деточки, Рассказать, Что за грян наше дело стариков? Столько продранных кофт И на локтях синякок, Не дай бог, Если снова гололюд. Я проплакала все глаза, Тоню среди Срезяного старякова, Ну что, коли нет, Вот скоро будет пять лет, Мое сердце Никак не поймет. Ах, Риорита, Как высоко плыла ты над нами, Через страх и оздок, Через восторг побед, Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, Как высоко плыла ты над теми, Чьи тела зары, Чьи дела событи, Чья душа разлетелась, Как ты, ах, Риорита, Ты сладка и жестока, Как в рима, Позвучи чуть-чуть, Я все равно не хочу Разбращаться с воздухом земным, Разбращаться с воздухом земным, Разбращаться с воздухом земным. Еще раз. Готовясь к сегодняшнему концерту И размышляя о том, Какой видеоряд лучше подобрать Для сегодняшнего вечера, Я пришел к выводу, Что отрывки из фильма «Почему мы воюем? Битва за Россию» Подойдут лучше всего. Конечно, мы покажем эпизоды И из других документальных фильмов, Но за основу мы возьмем именно этот фильм. Фильм «Почему мы воюем? Битва за Россию» Пятый эпизод из семисерийного документального фильма «Почему мы воюем?» Американского режиссера Фрэнка Капры, Вышедший на экраны в 1943 году. Это самый длинный фильм из всего сериала. Лента получила премию Национального совета кинокритиков США За лучший документальный фильм И специальную премию Нью-Йоркского общества кинокритиков. А также была номинирована на премию Оскар за лучший полнометражный Документальный фильм. В нем использованы и кадры, Снятые в США, И советская кинохроника. Давайте посмотрим Начало этого фильма. Жажда власти, охватившая наших врагов, Проистекает из их исторического прошлого. Так же, как и любовь к свободе наших союзников, Уходит корнями в их исторические традиции. Чтобы понять, откуда берутся их силы, Мы должны знать прошлое, Которое сделало их такими. Почему мы воюем? Многосерийный информационный фильм. Битва за Россию. Часть первая. Дивизия специального назначения. Фильм пятый. Производство военного департамента. Дивизия специального назначения Тыла сухопутных войск При взаимодействии с войсками связи. Музыка Оркестра военно-воздушных сил. История не видела Большей храбрости, чем та, Которую показали люди советской России. Генри Стимсон, военный министр. Мы и наши союзники находимся В величайшем долгу перед армией Людьми Советского Союза. Фрэнк Кнокс, министр военно-морских сил. Мужество и боевой дух Российских солдат вызывает восхищение Американской армии. Джордж Маршалл, начальник штаба армии США. Я присоединяюсь К восхищению героической И исторической защитой Советского Союза. Эрнест Кинг, Главнокомандующий военно-морским флотом США. Размах и грандиозность усилий русских Отмечает их как величайшее в истории военное достижение. Генерал Дуглас Маккартон, Главнокомандующий Юго-Восточным регионом Тихого океана. Это фильм о том размахе и грандиозности. Это фильм о тех военных достижениях. Это фильм о людях, которые во все времена поддерживали легенду о своей непобедимости. Это фильм о победе и поражении. Эфиопия. Затем Гитлер покорил Австрию, Чехословакию и в 1939-м Польшу. Первый шаг на пути к России. Павел Антокольский, сын. Мой сын погиб. Он был хорошим сыном. Красивым, добрым, умным. С мельчаком. Сейчас метель гуляет полощином. Вдоль выбоин, где он упал, ничком. Метет метель. И в рогах репший дует. И в дымоходах воет. И в обид. В развалинах. А мне она диктует счета смертей. Счета людских обид. Я слышал взрывы тысячи тонной мощи. Распад живого. Смерть и торжество. Вот где рассказ начнется. Скажем проще. Вот западня. Для сына моего. Ее нашел в пероксиле не химик. А металлург в обойму загвоздил. Ее хранили пачками сухими. Но злость не знала никаких удил. Она звенела в сейфах у банкиров. Ползла хитро и скалилась мертво. Змеялась под землей траншеи выров. Вот западня для сына моего. Аминь. 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 В темную ночь, только ветер стержит по степи, Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая злою, и спишь, И в детской кроватке тайком ты слезу утираешь. Как я люблю в глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб с тобой не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, Работы теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, в детской кроватке не спишь, И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. Я хочу поменять. Смех не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится, ты вернешь и в детской кроватке не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Их промышленность, начавшая лишь недавно развиваться, так же, как и наша собственная, была спроектирована для мирных целей. Сейчас же ее перестраивали для войны. Вместо того, чтобы идти на инструменты, сталь шла на оружие. Они знали, какие бы усилия ни прилагались, промышленность никогда не сможет покрыть все нужды. Но что они могут, они будут производить. В то же самое время начала расти армия. Все больше и больше молодых людей призывалось для серьезной военной подготовки, чтобы помочь защитить свою страну. Следующее имя нашего вечера Иоанн Лазаревич Деген. Это он написал, ставший знаменитым стихотворение «Мой товарищ». Многие ветераны считают это стихотворение о войне лучшим. Евтушенко сказал, что эти восемь строчек гениальны и ошеломляют жестокой силой правды. Поэт Иоанн Деген, танкист-ас во время Великой Отечественной войны, врач-ортопед в мирное время. Мой товарищ, смертельный агоний, не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладонья над дымящейся кровью твоей. И не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память, сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит. Но Иоанн Деген писал и другие стихи о войне. Случайный рейд по вражеским тылам. Всего лишь взвод решил судьбу сражения. Но ордена достанутся не нам. Спасибо, хоть не меньше, чем забвение. За наш случайный сумасшедший бой признают гениальным полководца. Но главное, мы выжили с тобой. А правда, что? Ведь так оно ведется. На фронте не сойдешь с ума едва ли, не научившись сразу забывать. Мы из подбитых танков выгребали все, что в могилу можно закопать. Комбрик уперся подбородком в китель, я прятал слезы. Хватит, перестань. А вечером учил меня водитель, как правильно танцуют под Испань. Есть у моих товарищей танкистов, не верящих в святую мощь брони, Беззвучная молитва атеистов. Помилуй, пронеси и сохрани. Стыдясь друг друга и себя немного, Пред боем, как и прежде на Руси, Безбожники покорно просят Бога. Помилуй, сохрани и пронеси. Несмотря на то, что к декабрю 500 тысяч квадратных миль русской земли, территория, сравнимая по размеру со Средним Западом США, была под контролем завоевателей. Несмотря на то, что Россия потеряла свои лучшие аграрные территории, одни из самых лучших индустриальных объектов, миллионы ее людей, тысячи танков и самолетов, несмотря на все, шесть недель растянулись на шесть месяцев. И Блицкрик слабел, спотыкалась и в конце концов угасла. Сияет в толстой лобовой броне Дыра, насквозь прошитая балванкой. Мы ко всему привыкли на войне. И все же возле замерзшего танка Морю судьбу. Когда прикажут в бой, Когда взлетит ракета смерти сваха, Не видеть даже в мыслях пред собой Из этой дырки Хлещущего страха. Когда из танка смерть перехитрив, Ты выскочишь чумной За миг до взрыва, Но все решишь. Отныне буду жив в пехоте, В безопасности счастливой. И лишь когда опомнишься вполне, Тебя коснется истина простая. Пехоте тоже плохо на войне, Пехоту тоже убивают. Мадонна Боттичелли В имении, оставленном врагами, Среди картин, среди старинных рам, С холста, в тяжелой золоченой раме, Мадонна тихо улыбалась нам. Я перед ней снял свой шлем ребристый, Молитвенно прижал его к груди. Боями озверенные танкисты Забыли вдруг, Что ждет их впереди. Лишь о тепле, О нежном женском теле, О мире каждый в этот миг мечтал. Для этого, наверное, Боттичелли Мадонну Доброликую создал. Для этого молчание, Для восторга мужчин, Забывших, что такое дом, Яснее батальонного порторга. Мадонна рассказала нам о том, Что милостью покажется ранение, Что снова нам нырять в огонь. А так, чтобы младенцам принести спасение, Чтоб улыбались женщины. Вот так. От глаз Мадонны, Теплых и лучистых, С трудом огромным отрывая взор, Я вновь надел свой танкошлем ребристый, Промасленный свой рыцарский убор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И по улицам города шли не нацистские солдаты. Эта Красная Армия спешила на укрепление фронтов. В это время во всех церквях молились за победу над завоевателями. О, милостивый Господь, увенчай наши усилия победой. Дай нам веру в нерушимую силу света перед лицом тьмы, в справедливость перед лицом зла и жестокости, в силу креста против фашистской свастики. Да будет так. Аминь. Сергий, архиепископ Московский, Москва, 21 ноября 1941 года. На линии фронта бойцы Красной Армии выслушивают долгожданный приказ. Весь мир ожидает от вас уничтожения немецкой заразы. Война, в которой вы воюете, освободительная, справедливая война. Смерть немецким захватчикам. Приказ вступить в бой отдан. Приказ начать бомбардировку отдан. Парашютисты готовы. Артиллерия заняла позиции. Танки тут. Кавалерия готова. Пехота готова. За этими холмами враг. Адай! 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 ПЕСНЯ Сердцем молчит в снежной ночи, В поиск опасный уходит разведка. С песней в пути легче идти, Только разведка в пути не поет, Ты уж прости. Где-то сквозь снег, Песни и смех, Здесь лишь убит. В новогоднюю влюху В дальнем краю Тех, кто в бою. Сомни тихо, пропой про себя, Песню мою. В дальнем краю Тех, кто в бою. В сомни тихо, пропой про себя, Песню мою. Самым важным достижением прошлого года на Европейском фронте Было мощное наступление Великой Армии России, Президент Франклин Рузвельт, 29 апреля 42-го года. Но кроме этого мощного наступления был еще один фактор, Который поколебал легенду о непобедимости нацистов. Этот фактор, оставшийся навеки в истории этой войны, Был создан жителями города Под названием Ленинград, Названного так в честь лидера русской революции Ленина. А до этого носил название Петроград В честь своего основателя Петра Великого. Сегодня этот город, за исключением Москвы, Самый важный центр Советского Союза. Здесь находятся крупнейшие индустриальные объекты. А также это выход России в Балтийское море, Где расположен Балтийский флот. Здесь, как и во всем Советском Союзе, 22 июня люди узнали об атаке. Но тут, до линии фронта, было всего несколько миль. И в то время, как солдаты Красной Армии, Моряки Балтийского флота, отправлялись на фронт, Тут сформировалась другая армия. Армия, чьим оружием были лопаты вместо ружей. Армия, состоящая из мужчин, женщин, детей. Они рыли траншеи, Строили баррикады, И заграждения Готовились к самому худшему. Они понимали, что они тоже на линии фронта. Они не ошибались. Ольга Бергойц Памяти защитников Когда прижимались солдаты, как тени, к земле И уже не могли оторваться, Всегда находился в такое мгновение Один безымянный, сумевший подняться. Правдива грядущая гордая повесть Она подтвердит, не прикрасив, не мало. Один поднимался, но был он, как совесть. И всех за такими земли поднимало Не все имена поколенье запомнит Но в тот иступленный, клокочущий полдень Безусый мальчишка, гвардеец и школьник Поднялся и цепи штурмующих поднял Он знал, что такое Воронья гора Он встал и шепнул, а не крикнул Пора! Он болз и бежал, распрямлялся и гнулся Он звал и хрипел и карабкался в гору Он первым взлетел на нее, обернулся И ахнул, увидев открывшийся город И, может быть, самый счастливый на свете Всей жизнью в тот миг, торжествуя победу Он смерти мгновенной своей не заметил Ни страха, ни боли ее, не изведав Он падал лицом к Ленинграду Он падал, а город стремительно мчался навстречу Впервые за долгие годы снаряды На улице к нам не ложились в тот вечер И звезды мерцали, как в детстве отрадно Над городом темным, уставшим от бедствий Как тихо сегодня у нас в Ленинграде Сказала сестра и уснула, как в детстве Как тихо, подумала мать и вздохнула Так вольно давно никому не вздыхалась Но сердце, привыкшее к смертному гулу Забытой земной тишины, испугалось Забытой земной тишины, испугалось На пороге лето А Ленинград до сих пор свободный город Хотя некоторые немецкие солдаты Все-таки смогли пробраться в город Но не при тех обстоятельствах, о которых они мечтали Да, здесь была подорвана вера нацистов в свою победу Разбита остальную волю русского народа А волю русских солдат И об успешной кампании русских генералов Красная армия сдвигала врага к югу Немцы выучили истинное понятие Сдвоенной кампании К весне Россия атаковала по всем фронтам Русские начинают атаку со всех фронтов А на севере немцы почувствовали первые результаты наступления русских Они завоевали Шлиссельбург, разбив кольцо, опоясывавшее Ленинград Большая победа русских Снова началась жизнь Жизнь для детей Ленинграда Которые не погибли от бомб нацистов за зиму Весна для женщин-солдат Красной армии И для женщин-работниц Красного креста в России Для бойцов морского флота И для артистов балета Один из самых любимых фильмов о войне Которые мы очень часто пересматриваем Это «В бой идут одни старики» Еще потому нам дорог, что, как говорил маэстро, все проходящее, а музыка вечна И мы, конечно, не могли не включить в нашу программу песни этого фильма ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Молдаванка, славы, роды, виноград, Я краснею, я бледнею, В формате раздруг сказать, Станем над рекою, Зорки летние встречать, Раскудрявый клён зелёный лист резной, Я влюбленный и слащённый грибтовой, Клён зелёный да клён кудрявый, Раскудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный да клён кудрявый, Раскудрявый резной. А с муглёнком Молдаванка отвечал парню Влад, Партизанский, молдаванский, Собирайный отряд. Нынче рода партизаны, Дубокий родной родной, Жжёт тебя дорога, Партизановый лес густой. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Здесь у клюна мы расстанемся с тобой, Клён зелёный да клён кудрявый, Раскудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Здесь у клюна мы расстанемся с тобой, Клён зелёный да клён кудрявый, Раскудрявый резной. И с муглёнком Молдаванка По тропинке в лес ушла, В том обиду я увидел, Что с собой и позвала. О смуглёнке, Молдаванке, Щасто думал по ночам. Вдруг свою смуглёнку Я в отряде постричал. Раскудрявый Клён зелёный лист резной, Здесь у клюна мы расстанемся с тобой, Клён зелёный да клён кудрявый, Раскудрявый резной. 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 Ну и ещё одну песню, Такого же плана тоже, о любви. Возможно сегодня любовная лирика, В том числе и любовная. Клён зелёный, Раскудрявый резной. Клён зелёный, Раскудрявый резной. Клён зелёный, Раскудрявый резной. Клён зелёный, Раскудрявый резной. В той поры хоть шагом еда, Хоть голубом поскочу. Кватя, Кватя, Катя, И мне звёздно я шепчу. Что за пестолочь такая, У меня ж другая есть. Только Катю, словно песню, Из груди, брат, не звёздь. Только Катю, словно песню, Из груди, брат, не звёздь. Чёрноглазая казначка Подковала мне коня, Серебро с меня спроси, А трон мне дорого ценя. Ко зовут тебя, Молотка, Молотка говорит, Имя ты мое услышишь Из-под топота копыт. Ах, 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 Имя ты мое услышишь Из-под топота копыт. Ах, 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 Имя ты мое услышишь Из-под топота копыт. Но до конца войны оставались еще долгие-долгие месяцы. Самое знаменитое стихотворение Алексея Суркова — это стихотворение «В землянке». И это стихотворение стало песней, но Суркову принадлежат и многие другие стихи о войне. Видно, выписал писарь мне дальний билет, отправляя впервой на войну. На четвертой войне с восемнадцати лет я солдатскую лямку тяну. Череда лихолетий текла надо мной от полночных пожаров красна. Не видал я, как юность прошла стороной, как легла на виски седина. И от пуль невредим, и жарой не палим, прохожу я по кромке огня. Видно, мать непомерным страданием своим откупила у смерти меня. Испытала нас время свинцом и огнем. Стали нервы железу подстать. Победим и вернемся, и радость вернем, и сумеем за все наверстать. Неспроста к нам приходят неясные сны про счастливый и солнечный край. После долгих ненастей недружной весны ждет и нас ослепительный май. Песня в землянке в исполнении Лидии Руслановой Прозвучала у стен поверженного Рейхстага и у Броденбургских ворот. Песня в землянке Песня в тесной печурке огонь На поленьях звука, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя в бешевтале и пусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты теперь далеко-далеко Между нами снега и снега До тебя не дойти легко До смерти четырех шагов Пой гармоника в юге на зло Заплутавшие счастья за мир Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Пой гармоника в юге на зло Заплутавшие счастья за мир Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Берлин Еще идут бои за Рейхстаг Но уже в света гитлеровская канцелярия Это личный кабинет Гитлера Не у этого ли глобуса создавал Гитлер Свои преступные планы порабощения народов Николай Тихонов Берлин, 9 мая Дома здесь много лет назад В огне и грохоте кипели И шли бойцы сквозь этот ад Неотразимо к высшей цели И вдруг над яростью атак Последним иступленным бредом Не красный над Рейхстагом флаг А солнце красной победы Здесь был окончен долгий путь Сюда пришли мы за расплатой И Гитлер не посмел взглянуть В лицо советскому солдату И вновь покой на тихих лицах Берлин встречать весну готов Не пепел Теплый дождь струится На цвет сияющих садов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Четыре года мать без сына Субтитры создавал DimaTorzok 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 А ты с закрытыми ночами Спишь под фалерною звездой Вставай, вставай, однополчанин Бери шинель, пошли домой Что я скажу твоим домашним Как стану я перед вдовой Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Бери шинель, пошли домой Мы все военные шальные дети И гиеналы рядовой Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вадим Шефнер Военные сны Нам снится не то, что хочется нам Нам снится то, что хочется с нам На нас до сих пор военные сны Как пулеметы наведены И снятся пожары тем, кто ослеп И сытому снится блокадный хлеб И те, от кого мы вести не ждем Во сне к нам запросто входят в дом Входят друзья предвоенных лет Не зная, что их на свете нет И снаряд, от которого случай спас Осколком во сне настигает нас И вздробнув, мы долго лежим во мгле Меж явью и сном на ничьей земле И дышится трудно, и ночь длинна Камнем на сердце лежит война Друзья, мы начали наш концерт со стихотворения Константина Симонова «Жди меня, я вернусь» Давайте и завершим наш концерт этим стихотворением Ведь оно, как и многие другие стихи войны Тоже стало песней Константина Симонова «Жди меня, я вернусь» Только учень жди Жди, когда наводят грусть Жжут и не нужны Жди, когда снега метут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут А забыть черва Пусть померят сын и мать То, что нет в меня Пусть друзья устанут ждать Сядут уныя В ледуркое вино Напомин души Жди с ней бездотно Выпить не спеши Жди, когда снега метут Жди, когда снега метут Жди, когда снега метут Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло Кто не ждал меня Тот пусть Скажет повезло Не понять, не знавшим, как среди огня, Ождание своим ты спасла деньгам. ПЕСНЯ Как ее выгодно будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ